я в некотором замешательстве я ехал снимать парад планет продолжающийся снимаю комета 237 по киеву 10 июля 2020 года года в харькове еду и смотрю что на востоке какая-то полоса по всему небу вертикально самолет что ли летит потом понимаю что нет ни самолет так вот это огни поселковая за окружной харькова я нахожусь это совершенно точно комета я никогда и в живую не видел только по телевизору ну думаю спутать это ни с чем нельзя сейчас плохо видно в окуляре лучше видно на экранчике значительно хуже но думаю видно хвост вертикально вверх расположены потрясающе вот это я удачно сада господи посмотреть что что такое поначалу думал что это помимо того что самолет следует самолета просто прореха в облаках вот это именно выглядит так как пробивающийся луч солнца через облака потрясающе но по мере наблюдением пришел к выводу что это комета сто процентов жалко чуть-чуть на восходе у нас на востоке небо такое на экранчике совсем не видно окуляр неплохо надо будет других режимах попробовать поснимать сейчас так и сделаю так сейчас отметим для того чтобы было понятно где венера вот вот этом венера сориентироваться по сторонам цвета встает венера все что горизонтально это огни поселка а это у нас серп венера вот это да ну все теперь точно ночью бессонные будут я же так понимаю это не день не два будет продолжаться с кометой так увеличение с которыми снимал 125 град вот аппарат нико телескопа нет сразу говорю предвосхищая комитета сейчас попробую с резкостью еще не получится пока это просто в плотных слоях атмосфере венера находится то есть мы на нее смотрим через плотные слои атмосферу поэтому такая аберрация на искажение дальше чуть чем будет виден серп какая красота надо же так поехали дальше по параду планет зафиксируем хотя бы сам парад ради чего ехали то так вот это у нас левее луны марс то есть у нас парад что называю я по крайней мере продолжающий парадом планет четвертого с четвертого июля то есть пять дней уже сегодня десятое шесть дней начал я снимать ежедневно снимаю как выстраиваться на небосводе в ряд сначала это была луна за ней юпитер сатурн ай надо же первый раз комету вижу ну что ж ты такой неподатливый так просили меня в комментариях марс крупно снять вот это он конечно пересвет сильный вот он бежит по кадру абсолютный штиль сейчас ничего не дрожит ни мои руки ни штатив на штативе марс бежит к сожалению вот так это выглядит просто белесое пятнышко можно снять с более низкими настройками светочувствительности он будет тусклеен очертания чуть-чуть но понятно что в таких масштабах никаких супер вулканов на марсе не увидишь как там олимп до ладно поехали к луне ну я вот сейчас думал снимать комету при настройках более низкой светочувствительности и где лучше будет качество меньше засвета практически нет смысла не зафиксирует фотоаппарат столь тусклый объект тут надо с такой более шумной съемкой но когда все имеющие хоть какой-то свет объекты усиливаются программно фотоаппаратом яркость усиливает и так ладно сейчас не о луне то есть сейчас не о комете о луне сложно думать не о комете когда первый раз в жизни ее увидел до ладушки до марса 14 миллионов километров сейчас по моему до венера 64 до луны 394 но у нас четверок сегодня так и поехали у нас сладкая парочка последние участники нашего парада планет сегодняшние ну хотя они как раз таки в авангарде первые участники это венера у нас в арьергарде отличнее комета уже в данном случае надо же комету снял сам себе не верю так 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 не беги никуда ой комаров нету похолодало как ты представляешь все отошел и стиль полный ничего не дрожит вот снимал его сколько в 11 ночи вчера ну то есть четыре часа назад три часа назад вот юпитер еле еле то есть господи сатурн был наклонен еще вертикально будем говорить так эллипсов сейчас он уже опускает клювиком вниз идет так что у нас со временем там же у нас еще намечался 2.46 намечался МКС так до сатурна у нас самый далекий объект 1 миллиар 350 миллионов километров совершенно запредельные какие-то цифры озвучиваю ну так и есть ну и последний наш красавец последний на то не менее яркий представитель парада я бы даже сказал почти наиболее яркий не учитывая Венеру которая конечно вне конкуренции вон они наши спутнички так когда я снимал 3 часа назад его был справа от юпитера теперь он как обещалось должен быть вылезать из-за от юпитера слева убежала простыня и нема ветер поднимается ну ладно не будем жаловаться чего не видеть то так значит у нас правый это наш не знаю отчепенец калисто да все время он крайний почему-то ой как красиво сейчас из юпитера видно как и его вылезает таким пупырышком торчит не знаю на экране видно через окуляр видно вылезает как пиптыком с юпитера и его выше чуть-чуть и рядом это спутник Европы и левый крайний это ганимед вот какая удачная съемка ты можешь себе представить так же я когда-то когда пару лет назад по моему 21 июня точно купил новый фотоаппарат Nikon Coolpix 900 еще это тысячный а то был 900 вышел сюда же в поля поснимать что-нибудь удаленное потому как в Харькове особо не развернемся и вот навожусь на Харьковской телевышке разворачиваю камеру и вижу что на востоке полоса через все небо я думаю да что ж такое как ракета взлетела или самолет упал оказывается я снял след от упавшего метеорита 21 июня ну вот не вспомню есть видео на канале в общем при желании так кстати в последних видео я его впираю в каждую конечную заставку следы от упавшего метеорита 15 град увеличение оптическое плюс 4 цифровую в общем как пишут в комментариях телескоп в общем то наверное да некоторые телескопы по крайней мере я пользовался телескопом пользовался не имел а пользовался кратковременно стократным он конечно таких как раз вот не позволял а уж про то что снять что-то вообще разговора не шло комета и надо же 51 минута хорошо все смс через минуту должен уже на западе появится мкс ну пока становится ярче небо на восходе и потому менее заметен этот след честное слово вообще не представлял что какие-то кометы мне писали в комментариях а снимите комету там какую-то я и не думал что она уже сейчас видно что она видна невооруженным зулианом да в окуляр конечно знатно видно да сейчас даже я и на экране так неплохо вижу внутри пятно видно ладно дома буду выяснить что же это за комета такая кто бы мог подумать а сколько же до нее километров хвост этот визуально чтобы было понятно угловые его размеры как я его сейчас наблюдаю невооруженным взглядом где-то два диаметра луны то есть это меньше углового градуса такой яркий след который можно видеть без оптических приборов может попробую его снять в другом режиме спонированной светочувствительностью насильно сомневаюсь чтобы какой-то эффект да вероятно это же видно было не вчера куда ушло что заболтался глазами уже еще нкс нкс параллельно да даже не знаю она садится у нас кстати а ну давай посмотрим вот стоит стационарно тренога 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 штатив конечно тренога по армейским привычкам с босонли штатив стоит ветра нет ну двигается она так же как и планета то есть это сказывает совращение земли как она движется относительно солнца сказать ничего не могу ой даже рядом с венерой виден Эльдебаран. Явно, явно просто удачный. Сегодня день. Чище гораздо неба. Просто-напросто. Поэтому я вижу то, что раньше не видел. Ага, вон наш. Ладно, выделим. На работе хлопец спрашивает, что ты в этот МКС влюбился? Каждый раз его снимаешь, пытаешься, по крайней мере. Ну, такой приметный объект, ребята. Как же ж на него не обратить внимания. Ой-ой-ой, надо поднимать штатива, то нам тут ручки мешают. Всё, стою, не трогаю, летит. Трогаю. Вот, звезды какие-то видны. И вот на их фоне как раз МКСик. В зените практически сейчас надо мной. Вот, ничего не трогаю, пролетел. Так придётся, ручка мешает, штатива. Ну, а это Кассиопея. Вот, говорили, меня спрашивали, почему не видно звёзд. Не знаю, я в окуляр вижу звёзды. Вот, рядом с Кассиопеей пролетает МКС. Держа путь в сторону Венера. Интересная эта охота, футная охота. Увеличил, вот, на фоне звезды какой-то. вижу. Ты посмотри вообще. Вот, Формула-1, смотри, что творит. Попробуй мне прицелиться. Прям какие-то игровые автоматы. О, на фоне звезды пролетел. Ну, в окуляр очень классно видно. О, на фоне звезды пролетел. Так, плавненько переходим с МКС на Венеру. Опущу штатив. Комета наша видна, сейчас вернёмся к ней. Вот, Венера и Альдебаран. Ну, ребята, девчата, такой насыщенной съёмки у меня ещё не было. Одной кометы вполне хватило бы для того, чтобы сказать, что это лучший съёмочный день. А тут у нас за один проход и комета, и парад планет. Да, извиняйте, конечно, за все эти дрожания. Советовали мне уже и монтировки вкупить, и астрономические отслеживать. Ну, я не представляю себе, как можно с одного объекта на другой переключаться. Так, в режиме. Что хочу, то я ворочу по мере. Ну, вот уже Венера очертания почётче приобрела. Ладно, поехали к комете. Луна, Венера и Альдебаран. Луна, Венера. Ориентируюсь по очертанию облака. Всё-таки даже при явной облачности видно белые горизонтальные полосы. Я вижу эту хвостатую мою кометку. Какая ты красавица! Боже ты мой! Честное слово. Прямо жаль, что не передаёт экран так же ярко, как окуляр. Наверняка на экране это будет более тускло и размазано. В общем, у кого есть бинокли. У кого даже нет бинокли, у кого есть два глаза или хотя бы один. Очень рекомендую выйти в ближайшие ночи и посмотреть на эту красотень. Оно того стоит даже без оптических приборов. Ну а если есть какие-то ветерок поднялся, дрожание это уже передаётся от ветерка на объектив. Конечно, при 125-кратном увеличении труба из фотоаппарата вылезает такая, что можно в соседнюю Россию газ качать, до которой 25 километров отсюда. Так что остаётся совсем немножко. Так. Всё. В восторге впечатлён от сегодняшней съёмки. 9 июля 2020 год. Харьков. 3.04. Время в Харькове по Киеву. По киевскому времени. Комета. Безымянная пока для меня. Венера с Альдебараном. Зафиксирован. Марс с Луной. Боже мой. У нас сегодня каждые твари по паре. Прямо нуя в ковчег. Надеюсь, не перед всемирным потопом. Хотя вот с понедельника нам дожди обещают. Поэтому заставил себя после 13 часов смены ещё двинуть на съёмки перед следующей сменой. И совершенно не зря. Луна. И, говоря о каждой твари по паре, вот ещё и парочка Сатурн и Юпитер. Безумно удачная съёмка. Всем спасибо, буду переключаться на новые настройки. Может что-то ещё на них снимется. Без trenки два часа.